Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о мусульманском духовенстве в России и Центральной Азии. На долгие годы положение мусульманского духовенства было определено указом Екатерины II 1788 года о создании Оренбургского магнитатского духовного собрания. Согласно данному закону было создано непосредственное управление, которое бы полностью регламентировало положение мусульман в Российской империи, а также определяло бы положение мусульманского духовенства на службе российского правительства. Согласно данному указу, данный орган был создан полностью по сипу Русской Православной Церкви. То есть здесь подразумевалось наличие обязательно муфти, как высшего духовного лица, которым бы подчинялись все приходы Российской империи. Вообще мусульманское духовенство в Российской империи имело достаточно разветвленную систему и состояло из различных чинов. Это были и ахуны, и мулы, и муадзины, и прочие. Однако, несмотря на их различия и, в принципе, то, что они должны были исполнять различные функции, как правило, их незначительное количество в российском обществе подразумевало исполнение одних и тех же обязанностей, а это, в первую очередь, введение метрических книг, а также исполнение треб, которые требовались непосредственно для духовной жизни мусульман. Что же касается вообще роли в жизни мусульманского духовенства, то оно было достаточно видным. Если, допустим, сельская община подразумевала в административном своем устройстве включение различных слоев общества, то приходская община включала в себя абсолютно все мусульманское общество независимости и не деляя его на какие-то классы, финансовые благополучия. А, соответственно, и духовный лидер каждой общины являлся неким таким образцом поведения и образцом нравственности, естественно, и знаний. В связи с этим, для того, чтобы стать непосредственно представителем духовенства, мусульманского духовенства, согласно российскому законодательству, в второй же половине XIX века мусульмане должны были сдать экзамен на знания, во-первых, русского языка, а в 1788 году вводится еще и указ о образовательном цензии мусульманского духовенства. Согласно этого указа, каждый священнослужитель, а точнее лицо, претендующее на данную должность, должно было пройти курс. Хотя бы сдать экзамен на то, что он является достаточно образованным человеком. Кроме того, обязательным было, конечно же, и сдача основ мусульманского вероисповедания, которое сдавалось непосредственно в Оренбургском и Гометанском духовном собрании. И именно оттуда и получалось свидетельство о том, что данный представитель общины имеет право претендовать на должность священнослужителя. Но кроме того, что Оренбургское и Гометантское духовное собрание назначало, скажем так, священнослужителей, его должно было обязательно утвердить еще и губернское управление. Поэтому, в принципе, процесс выбора священнослужителей был достаточно продолжителен и занимал иногда от нескольких месяцев до нескольких лет. И данные примеры, в принципе, существуют и в архивных материалах, где приводится пример, что священнослужитель служил на приходе до 5 лет и не был, в принципе, утвержден в данной должности. Что же касается такого вопроса, как нравственное состояние, то требовалось обязательно со священнослужителя и документ из полиции, который бы подтверждал, что данный человек, претендующий на эту должность, никогда не привлекался к суду и, в принципе, не высказывал никаких речей, противных именно государственной власти непосредственно. Самого же священнослужителя обязательно избирала на должность вся община, а точнее, должно было проголосовать две трети мужского населения за него. Ну и российское правительство ввело, конечно же, ограничения по возрастному признаку на данную должность. То есть священнослужитель должен был быть не моложе 25 лет обязательно. Но, несмотря на всю строгость назначения священнослужителей, мул, муадзинов, тем не менее, нельзя было избежать и некоторых, скажем, сложностей в мусульманском обществе. Ко второй половине XIX века становятся массовыми жалобы на духовенство, причем не только в Самооренбургском и Гаммитанское духовное собрание, но и светским властям. Причем жалобы в основном заключались в том, что священнослужитель недостойно там себя ведет, не исполняет своих прямых обязанностей, часто отлучается, например, из селения. Причем жаловались как само духовенство друг на друга, так, в принципе, жаловались и прихожане. Что касается данных жалоб, то уже в 70-е годы XIX века Оренбургском и Гаммитанское духовное собрание и главное именно муфти собирает именно съезд, на котором разъясняет данную проблему и говорит о том, что необходимо направить определенную фетву по всем приходам, где бы разъяснялось положение каждого священнослужителя. И особенно внимание следует обратить на те приходы, где служит не один священнослужитель, а несколько, чтобы разъяснить их права и обязанности, в принципе, каждого. Связаны в большей степени данные жалобы, особенно что касается священнослужителей друг на друга, были с тем, что в 60-е годы XIX века российское правительство переводит священнослужителей на полное собственное довольствие общины. Например, с этого момента каждая община обязана была, желающая иметь, в принципе, у себя мечеть, и священнослужитель должна была полностью обеспечить строительство данной мечети, ее содержание и содержание, конечно же, священнослужителей. Поэтому каждый раз появление нового священнослужителя в приходе, естественно, и беспокоило уже служившего там представителя духовенства в силу именно нехватки средств, которых бы он был ограничен непосредственно с этого момента. Но священнослужители были, естественно, не только приходские. Существуют вопросы, поднимался вопрос неоднократно о нахождении именно священнослужителей и в армии в российских войсках. Ну и что касается именно приграничных территорий, а именно это Сибирской казачьей линии, то здесь руководствовались еще указом XVII века, в котором как раз регламентировалось наличие здесь, на Сибирской казачьей линии, непосредственно представителей мусульманского духовенства в вооруженных силах. Что же касается остальных частей, так как мусульмане долгие годы не входило в их основную обязанность несения воинской повинности, то и количество священнослужителей, количество мусульман в армии было незначительным. В силу этого зачастую должность священнослужителя исполняли рядовые солдаты. Второй половине XIX века принимается решение с дозволением сдавать экзамен на знания именно мусульманской веры и на получение как раз этой должности в вооруженных силах непосредственно. Что же касается данного вопроса, то он поднимался неоднократно в рамках как раз и правового поля Российской империи. Таким образом, начиная со второй половины XIX века, буквально, можно сказать, было принято решение только в начале XX века по этому вопросу. И было решено, что все вооруженные силы, где присутствуют мусульмане, должны запросить, в принципе, у правительства, чтобы у них был в наличии как раз священнослужитель. С XIX века священнослужители мусульмане уравниваются в своих правах непосредственно и с представителями других конфессий, священнослужителей других конфессий. То есть им назначается точно такое же жалование, как, допустим, православным священникам. Хотя надо отметить, что до второй половины XIX века, конечно, даже в первой половине XIX века, например, священнослужители, которые пребывали на территорию даже воинских частей для исполнения каких-то требований, были ограничены во времени присутствия воинской части, им никогда не предоставлялась квартира, ну и, соответственно, никакого жалования они не получали, в принципе, от вооруженных сил. Единственная, конечно же, особенностью было то, что, например, в центрально-азиатских регионах Министерство внутренних дел именно поддерживало священнослужителей, которые исполняли требования в воинских частях непосредственно. Кроме этого, также надо отметить, что мусульманское духовенство в их обязанности входило и, конечно же, образовательная деятельность. Поэтому, как отмечает, например, министр внутренних дел Кауфман, что мусульманство в Западной Сибири и Центральной Азии настолько сильно, что, в принципе, попытки приведения здесь христианства будут, в принципе, можно сказать так, нелогичны и безуспешны по большому счету. Вообще, отмечается, что мусульманское население само по себе было достаточно образованным ко второй половине XIX века и вставляло в процент наше решение гораздо даже выше, чем русское население. И это, в принципе, оценивается благодаря как раз священнослужителям. Активное вмешательство российских властей непосредственно в деятельность мусульманского духовенства, а также создание Оренбургского монетантского духовного собрания привело к расколу внутри самой мусульманской общины. Таким образом, появились непосредственно указные мулы, то есть те, которые получали указ от Оренбургского монетантского собрания, были утверждены, и прочие, которые исполняли госслужебные обязанности, но не были утверждены и не признавались светскими властями. Однако, несмотря на все эти притеснения, Оренбургское монетантское духовное собрание на протяжении всего периода своего существования в рамках Российской империи, всячески продерживало правительство. Даже такие инциденты, как отставление мулы от должности западно-сибирским генерал-губернатором, было поддержано Оренбургским монетантским духовным собранием, несмотря на предоставление отстраненным мулой, свидетельство о том, что он не является виновен в том, в чем его обвиняли непосредственно в его деятельности.